Такая надёжная сестра. Давайте мы тоже поприветствуем. Спасибо. Приветствую вас, драгоценная церковь. Я хочу поделиться одним моментом, на который, может быть, ну, не каждый обращает внимание пристальное, но этот момент, он прописан в Библии. Всем мы хотим от Бога чудес, знамений, ответов на наши вопросы, на наши нужды. Хотим, чтобы Бог говорил в нашей жизни. И Бог говорит многими способами. Два основных вот таких. Говорит через своё слово, Библию, а также через проповеди пасторов. И такой момент важный, что служителям даётся не только помазание, но и новое имя. Вот, например, Савл, когда Господь поставил его на служение, стал Павлом. Иаков стал Израилем. Как говорит Бытие 32, 28, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». И много ещё других примеров Библии, когда служителям давалось новое имя. Православие взяло этот момент себе на вооружение. И, к примеру, Коля какой-то встаёт на служение, и он уже не Коля, а отец Амвросий, к примеру. Просим любить и жаловать. Зачем это нужно? Матфея 10, 41 говорит, «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». То есть, кто принимает пророка как пророка, а не как своего знакомого Колю из соседнего подъезда, тот получит награду пророка. Что это за награда? Награда хорошая. Получит откровение в свою жизнь, получит ответ на свою нужду, решение каких-то насущных вопросов. А кто такой пророк? Пророк – это человек, который прорекающий слова Божьи. Вот пастор – это конкретный пророк. И если пастора принимать как обычного брата, равного своей пастве, то бедная такая паства и бедная такая церковь. Бедная на чудеса и знамения, бедная на хождение в Духе Истине. Даже Иисус Христос не совершал чудеса в своем родном городе, потому что его там принимали за сына плотника, а не за Божьего сына. И вот получается, что смена имени, когда человек становится на служение, она нужна для того, для того, чтобы людям было проще принимать его как служителя, а не как просто человека своего знакомого. Так что, драгоценные. Не пастор, привет, пастор Виталик. Ой, не привет, Виталик, а здравствуй, пастор Виталий. Хоть этому Виталику 20 лет был у меня такой пастор в Сибири. И не Гена, а пастор Геннадий. Даже если мне сейчас до 100 немножко не хватает, а пастор Геннадий намного меня младше, он не Гена для меня, а пастор Геннадий. И, кстати, это не только в церкви и за порогом церкви. А что меняется за порогом церкви? Мы такими же христианами остаемся и за порогом церкви. Господь призвал нас в это чудесное имя и сказал, будьте достойны звания, в которое вы призваны. И это нужно прежде всего нам. Конечно, мы пастора своего любим и уважаем и достойно должны относиться к нему и почитать его. И почитать его не за простого человека, а за ставленника Бога, через которого Бог говорит нам. И если приходить в церковь просто для того, чтобы послушать, что нам сегодня скажет Гена, то мы какие пришли, такие и ушли. А если приходить в церковь и ожидать от Бога, что Он проговорит нам через пастора Геннадия, какую проблему Он нам решит через пастора Геннадия, какое откровение Он нам даст через пастора Геннадия, то тогда многое меняется в жизни. Мы отсюда уходим, мы отсюда улетаем на крыльях, мы отсюда просветленные уходим, мы знаем, что нам дальше делать, как нам дальше жить. Так что все это нужно прежде всего нам самим. Про себя скажу, что на своем пути долгом христианском из Сибири, до Варны были на моем пути и церкви, и пасторы. И вот что-то мне железно претит называть пастора просто вот как обычного человека, просто обязательно пастор Геннадий. Пусть Господь нам даст каждому откровение, и пусть Он нас благословит и покажет нам, как дальше нам жить, действовать, как называть, как почитать. Слава Господу! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!